Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале! Сегодня я вещаю с балкона. Этот подоконник на балконе. Видите, я уже вынесла свои цветочки. На улице потеплело весна. Сегодня занимаюсь, как обычно, пересадкой фиалок. Потому что я их пересаживаю всегда два раза в год. Стараюсь, но не всегда получается. Так, это у нас безымяжка. Вырастила из листика. Очень быстро она у меня выросла, буквально за год. Видите, уже будет свистеть. Так, когда мы ее пересадили в марте, видите, 2 марта я пересадила. Все на фитилях, заметьте. И вот она уже и принялась. Видимо, там может быть стволик был. Я уже не помню. Но главное, что она уже, видите, у нее были руки вверх. Ну, еще даже остается. Ну, как бы уже листики раскладываются, опускаются. Так что будет много света, тепла, солнца. И она примет нормальную форму. Так, это что у нас? Это розовая гвоздика. Тоже недавно пересаженная. Это вообще красавица. Это у нас хорошая невеста. Хороша невеста. Так будет правильней. Но еще нет там бутончиков. Ну, ничего, подождем. Она очень красивая. Там бывает до 20 бутонов. Как вот и у розовой гвоздики. Очень много цветов. Что здесь у нас? Вот пудинг тоже будет свистеть. Так что я вам советую. Хотите цветущий подоконник? Делайте чаще пересадку. Меняйте грунт. Потому что он закисляется. И нужно его обязательно поменять. Ну, а теперь мы уже на кухне. На кухонном подоконнике. Видите, здесь такая красота цветет. Мне кажется, вторую неделю я с ним уже снимала видео. И не раз это первенец, который зацвел. Видите, пересадила. И все с ним прекрасно. Так, что у нас тут дальше? Это белая королева. Там тоже уже есть цветоносы. Будет свистеть. Ну и долгожданный Дэн Лорен. Сколько он был в видео. Этот актер участвовал очень часто. Купила на выставке в двадцатом году. Ну, пришлось с ним повозиться. Вредина был. И вот теперь будет свистеть в полном объеме. Что у нас тут? Волшебная звезда. Ну, вот такая красота. Ага. И наш альбинос. Побелели листья. Пересадила. Ну, принялся. Все нормально с ним. Ну, и эта коллекция висит на шторе. Растет. Вот это орхидейка. Слава Богу, она пошла в рост. И вот третий листик уже там. Ну, подрос, да. Уже размеры у него увеличились. Так что наблюдаем. Ну, а здесь мои детеныши. Вот это сердце матери. Пересаживала. Он у меня болел. Он. Она, фиалка, болела у меня. И я ее и аспирином поливала. Ну, выходила. И вот от нее отломился листик. Конечно, я его посадила. И смотрите, как быстро висел на шторе этот листик. И пустил детку. Ну, а я подготавливаю свои детки. Видите, я их на фитили поставила. Чтобы оставить их можно было надолго. Потому что скоро у меня намечается поездка. Мы едем в Закарпатье. Буду вам оттуда снимать и показывать красивенную природу. Горы, смереки. Так что все еще у нас впереди. Ну, а сейчас я подготовила горшочек для пересадочки. Это мачо. Цветет махровыми темно-синими цветочками. Так, грунт тоже уже есть. Это классман. Добавила перлита. Предварительно фиалку, естественно, просушила. Видите, шнурок уже такой сухой. И она очень легко выйдет из горшка. И безболезненно мы ее перекинем в новый грунт. Одной рукой неудобно. Сейчас я ее вытащу. Вот такой большой ком. Видите, просто вышло все. Так что советую, обязательно просушите, чтобы она была сухая. Очень легко потом с ней работать. Сейчас я беру эту землю и пересажу в горшочек. Ну вот, грунт я насыпала. Грунт у меня классман. Это торф. И плюс перлит. Ну, конечно, фитиль заправленный. Немножко взбодрим. Немножко польем водичкой, чтобы не делаем болото. И сюда сейчас быстренько пересадим фиалочку. Ну вот, буквально пару минут пересадила. Обязательно подписала. И вот такая розеточка получилась. Она кривая. Руки вверх. Все хотят солнца и тепла. Ну и обязательно нужно полить. В центр не лить, не заливать. Так, по краям. Плохо почему-то проходит вода. Ага. Ну, чуть-чуть. Взбодрили корни. Водичка попала. Воды бачили-бачили. Все нормально. Ну и дальше по плану. Конечно, я оторвала два листа. Они очень, видите, такие большие. Не гармонируют с этой розеткой. Чем меньше листьев, тем больше цветов. Я всегда говорю. Ну, сорт очень красивенный. Цветет круглое лето. Смотрите, сколько я оставляю стебелек. Два сантиметра, не больше. Сделала срез. Сорок пять градусов. И я советую посадить сразу в землю и в тепличку. Но в этот раз я приготовила вот такие емкости у меня. Пока я пересаживала, то стебелек уже подсох. Нужно обязательно подсушить немножко. И все. И я сажаю водичку. Обязательно подпишу, чтобы потом не потеряться. Потому что фиалок много. И будет наращивать наша фиалочка. Наши листики будут наращивать корни. И так каждый день. Пока весна. То пересадка, то полив, то долив. Вот такие друзья. Ну, спасибо, что вы меня посмотрели. Поставьте мне лайки. Напишите комментарии. Может быть, я что-то неправильно сказала. И справьте меня. Потому что я просто любитель фиалок. Ну что, до новых волнующих встреч. Пока-пока. Самое интересное еще впереди. Пока, друзья.